Признаюсь честно, я немного поторопился, делая прошлое видео по сильнейшему билду на доспехе Школы Медведя. Нет, безусловно, билд получился сильный. Много бонусов к атаке, сносная защита, вихрь, уклонение, смертельный удар и самый топчик из алхимии. Но создавая его, я исходил скорее из мнения сильнейшего билда, имея в виду сильнейшую атаку, а не опираясь на свойства доспехов Школы Медведя. Ведь если вместо медведя одеть, например, кота или мантикору, то урон в этом же билде будет куда выше. А учитывая такой уровень урона, защита дело десятое, тем более учитывая наличие навыка бессмертия. А самый сильный билд, с точки зрения многих, вне зависимости от сета, это 11 красных навыков, плюс техника Школы Кота, плюс эйфория, плюс 4 навыка из алхимии на пороге интоксикации передозировки, плюс синергия, плюс убийственный кураж. Именно этот билд я собрал, но с доспехами медведя, просто за неимением двух дополнительных активных слотов пришлось уменьшить количество красных навыков. И никто не говорит, что этот билд плох, просто он у меня уже есть на канале, и называется он Невозможный билд. И там всего лишь 285 тысяч урона с мощного удара и по 60 тысяч с обычного легкого. Какой бы доспех вы не надели в том видео, это все равно останется сильнейшим билдом. Да, вы потеряете часть урона, если будете не в крит-сете, а например в медведе. Да, вы потеряете часть урона, если забьете на те отвары, которые я там применяю. Да, это так, но его все равно будет дофига. Вы только вдумайтесь, 60 тысяч урона за самый простой удар. Учитывая, что в среднем мобы на сотом уровне на сложности насмерть имеют по 20-30 тысяч хп. А уж для кого 285 тысяч, мне даже представить сложно. Ссылка на видео будет в описании, а имея это, делать то же самое опять, но в доспехах медведя было немного глупо. Поэтому я в скором времени повторю билд на сильнейший в сете медведя, но опираться уже буду не только на его силу атаки, а на удобство игры в этом сете, логику разбора каноничного билда и с учетом, конечно же, игровой механики. Так, с этим разобрались. Сегодня же мы переразберем каноничный билд Школы Волка, сделав его более тактичным и удобным для непосредственной игры. Поехали! Привет, ковбои! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Итак, еще раз. Если вы хотите получить сильнейший на атаку билд в доспехах Школы Волка, то просто берете невозможный билд, на который есть ссылка в описании, и переодеваете его в доспех Волка. И у вас получается мега нагибаторский билд на атаку. Но я же, сейчас, покажу вам кое-что совсем иное. Такого билда у меня еще на канале не было. Первым делом, для тех, кто не смотрел видео о каноничном билде Школы Волка, я советую сделать именно это, потому что будет много отсылок к нему. Ссылка есть в описании. А с теми, кто остался и уже вернулся, мы продолжаем. Школа Волка это своего рода среднячок в ведьмачьих школах. Об этом говорят как доспехи, прибавляя все, что только можно, так и моя теория о Школе Прародители. И по большому счету, вся суть этой школы заключается в изначальном ее безбилдовом состоянии. То есть, в момент начала игры, наш главный герой, это типичный представитель Школы Волка, который умеет уклоняться, использовать легкие и мощные атаки, пить и варить зелье, использовать знаки и так далее. Одевая нашего главного героя в Школу Волка, мы по сути равносильно усиливаем его во всех направлениях, не меняя баланс в сторону любого из началов и не добавляя ему никаких особых навыков, да в принципе ничего не меняя. Но когда наши доспехи улучшаются до гроссмейстерского вида, мы получаем две способности. Одновременное нанесение трех масел на мечи и возможность бросать бомбы без задержки. В каноничном билде я легко проигнорировал этот факт, списав на бесполезность и непонятность данного фактора. Хотя именно в этом и кроется весь смысл. В каноничном билде за основу построения я взял линейку ведьмачьей защиты, которая включала блоки парирования и уклонения, бездумно качая ее всю, но я забыл о том факте, что ведьмаки в первую очередь это убийцы-чудовищ, а ведь классические блоки и парирования с ними практически не работают. Сейчас я это понял, и благодаря вашим комментариям в совокупности с прошлым видео, я решил трансформировать билд с контр-атакующего до тактического. И ведь мы это прекрасно и так знали с самого начала. Самый первый заказ, который получил Геральт в Белом Саду, был заказ на Полуденицу, где нам подробно описывают, как действует ведьмак. Мы сначала изучили место и нашли подсказки, чтобы понять, с чем имеем дело. Потом нашли способ выполнить заказ, и проверили наш журнал, чтобы понять, с каким монстром мы имеем дело, и какие у него слабые стороны. Приготовили необходимый отвар, зелье, масло, бомбу, знак, и только потом начали сражение. Это и есть билд настоящего ведьмака. Ведьмака Школы Волка. Осталось дело за малым. Построить, опираясь на эту информацию, наш билд. Я решил построить два билда. Первый более каноничный и сложный для игры, зато логически обоснованный чуть лучше. Второй же это скорректированная версия первого билда, в связи с тем, что некоторые навыки в игровых реалиях бесполезны, или есть более хорошая альтернатива, позволяющая усилить Геральта. Начнем с линейки алхимии, того, что улучшит наше тактическое преимущество, даруемое доспехами. В линейке улучшения масел нас интересует навык Охотничий Инстинкт, который увеличивает силу критического удара по чудовищам, при условии максимального адреналина и использования подходящего масла. А также закрепитель, который дополняет наши масла особым ингредиентом, и позволяет им не стираться. Оба навыка усиливают наши масла, наше тактическое преимущество, и отлично коррелируются с нашей броней. Навыки Ужас и Отравленные Клинки, это скорее Прояды, которые наносят периодический урон и ослабляют атаку чудовищ. Больше подходят Змее, Коту или Мантикория, но никак не Волку. В линейке Улучшения Бомб нас интересует навык Эффективность, который увеличивает количество бомб на 5 в пачке, и навык Кластерные Бомбы, который превращает бомбу в 6 осколков, каждый из которых это маленькая бомба. Оба навыка отлично усиливают наше умение без задержки кидать бомбы. Навык Взрывное Дело я не беру, потому что даже для меня 150 урона слишком мало, а работа навыка Верная Рука мне лично непонятна, ибо как при прицеливании может замедляться время. С точки зрения логики, конечно же. Желтые навыки Усиливающие Бомбы тоже не сильно впечатляют, поэтому работаем без них. Но не забывайте, Геральт, как и любой другой, Ведьмак не Супермен, а значит бомбы действуют не только на врагов, но и на самого Ведьмака. Будьте аккуратны. Из зеленых навыков я, пожалуй, возьму еще приобретенная стойкость для порога интоксикации, по той же причине, что и в прошлом видео. Далее знаки. И это самое интересное. Все Ведьмаки владеют знаками, но не все Ведьмаки владеют всеми знаками. Например, Геральт владеет сильнейшим ведьмачьим знаком Гелиотроп. Это что-то вроде второй формы Квена, но при этом не сказать, чтобы он у него был сильным. То есть владение знаками не говорит о том, что эти знаки будут мощными. Поэтому в рамках каноничности мы под знаки отводим 3 ячейки. Как их заполнять, решать уже вам. Я выберу 3 вторых формы. Это поток Игни, так как это круто выглядит. Это вторая форма Ирдена, так как это позволяет отвлекать врагов, даруя нам тактическое преимущество. И вторая форма Квена в виде активного щита, который позволяет немного засейвиться и восстановить ХП. Опять-таки, преимущество тактического ради. Повторяю, в знаках можете ставить что хотите, но не более 3 синих навыков. Оставшиеся 4 ячейки мы займем желтыми навыками. Управление гневом, что позволяет использовать знаки за счет адреналина. Отличная вещица для тактического боя, скажу я вам. Лучшая атака нападения, для набора адреналина при уклонениях, что позволяет активировать навык охотничий инстинкт и воспользоваться управлением гневом. Сосредоточенность, для увеличения всех видов урона при высоком адреналине. И техника школы грифона, ведь наш доспех имеет средний тип, и не усилить его было бы кощунством, что впрочем не помешало мне этого не сделать в прошлом каноничном билде. В свободных ячеях больше нет. Если вы не можете поверить своим глазам, из-за того, что в билде нет ни одного навыка из фиктования, то да, я предупреждал, что это не самый обычный билд. Но в любом случае это еще не все. Осталась еще дополнительная мутация и 4 дополнительных активных ячейки. Как мы знаем, возможность получить дополнительную мутацию дарует нам доктор Моро. И по сути делает он это лишь для Геральта. И кстати не факт, что другой бы ведьмак на его месте выжил. Но не суть. Посчитаем, что это врожденная способность и есть у каждого ведьмака, которая активируется при стандартных мутациях. Мое мнение при выборе мутаций не изменилось с прошлого видео. Но учитывая, что сейчас мы отошли от блоков и контратаки, то использовать мутацию убийственная контратака как минимум странно. Зато мутация кровавая баня идеально подходит. Во-первых, мы получаем возможность улучшить наш билд красными навыками. Во-вторых, увеличение атаки в бою при условии отсутствия урона, что отлично коррелируется с уклонениями и тактическим боем. И в-третьих, красивые расчленения и добивания. Из фиктования мы при этом берем решительность для защиты нашего адреналина, на котором строится тактическое преимущество. Легкость ног для ультимативного уклонения и набора адреналина. Река гнева для максимизации силы знака в случае полного адреналина. Пользоваться ей часто не получится, но если противник слаб к определенным знакам, отлично подойдет в рамках тактического построения боя. И смертельная точность. Ведь как и раньше, ведьмаки не бойцы, а убийцы. Их главная цель не подраться, а уничтожить монстра. И если возможность убить его с одного удара по жизненно важным точкам есть, ей стоит воспользоваться. Что же у нас получилось? Геральт имеет относительно небольшой прирост к силе атаки, что делает его не нагибатором, всего и всея, единственным взмахом меча, а зависимым от остальных элементов ведьмаком. При этом его сила атаки растет в бою, и чем дольше длится бой, тем сильнее он становится. Не говоря уже о усилениях адреналином и сосредоточенностью, а также возможности убить врага с одного удара. В магической составляющей у меня стоят альтернативные формы знаков, которые позволяют расширить арсенал ведьмаков до 8 условных знаков, которые в свою очередь можно применять в зависимости от ситуации. А навык река гнева позволит использовать в бою знак со всеми улучшениями и даже некоторым усилением, что особенно важно против противников, для которых определенные знаки являются слабым местом. Алхимия в первую очередь направлена на усиление наших масел и бомб, которые даруют нам новые возможности в бою. Таким образом, зная особенности врага перед боем, мы подбираем под него отвары и эликсиры, выставляем определенные бомбы и наносим на клинок масла, не забывая про знаки. А в бою набираем адреналин, уворачиваясь, применяем знаки по необходимости или ждем возможности применить реку гнева. При наборе адреналина у нас увеличивается урон и шанс на мгновенное убийство. С каждой атакой по врагу увеличивается и урон. В целом, билд не для новичков. Сложный, но интересный и отлично подходит для отыгрыша ведьмака. В таком билде нас могут убить как простые утопцы, так и мы можем убить самых сложнейших врагов. Если вам в этом билде сложно, то предлагаю немного его модернизировать. Во-первых, знаки кидаем не в разброс, а концентрируемся на одном из них. Например, квени для защиты, аксии для контроля или игни для поджигания. Во-вторых, убираем навыки. Закрепитель, так как можно использовать масла каждый раз самому. Охотничий инстинкт, так как по моим тестам данный навык практически не работает. И Реку гнева, так как сам по себе навык очень странный. Его невозможно контролировать и он жирает весь адреналин. Вместо этих навыков я бы поставил память тела и точные удары для усиления атаки легкими ударами и повышения силы общей атаки от мутагена. И Бессмертия для повышения выживаемости на случай, если нас все-таки убьют. Дополнительно стоит перезачаровать броню на легкость, а технику грифона поменять на технику кота. В итоге у нас повышается сила атаки мечами, выживаемость и сила определенного знака, благодаря направленности развития. Это конечно делает из универсального воина более заточенного под легкие атаки и определенный знак, лишая его при этом тех же преимуществ от масел. Но зато мы получаем более простой в освоении для каждого билд. Надеюсь вам понравился этот билд и кто-нибудь его возможно даже попробует применить в жизни, например на новой игре Плюс и напишет как ему такая сборка. Пишите свое мнение и вопросы по этому билду в комментариях, я постараюсь найти и ответить на каждый из них. Героем этого видео стал Вячеслав Сурженко, который является основателем, владельцем и кажется единственным сотрудником Cellbro Game Company, если верить в ВК конечно. В любом случае, когда любовь к видеоиграм не останавливается только на геймерском опыте и перерастает во что-то большее, это всегда круто. Еще раз спасибо Вячеславу, ссылка на его профиль в описании. А я напоминаю, что каждый из вас также может стать героем следующего видео и помочь каналу. Все подробности по ссылке в описании. А на этом все ребята, видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Надеюсь я закончил с каноничными билдами на Школу Волка и в скором времени придумаю уникальный сильный атакующий билд, чтобы не только показать его вам, но и рассказать как качаться используя только доспехи Школы Волка. Ну а мы увидимся в следующем видео и на этом пока всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok